Всем привет, с вами Димон, вы на канале Все Китай. Ну что ж, сегодня у нас будет сравнение двух Xiaomi, причем это не дешевые Xiaomi, это офигенные Xiaomi Xiaomi Mi 8, экс-флагман, который в последнее время подешевел и стал просто шикарным предложением. Ну и конечно же, это компактный, офигенный, шикарный и один из самых сбалансированных, недорогих смартфонов, это Xiaomi Mi 9 SE. Вот он, компактный, офигенный смартфон. В общем, друзья, сравнение сегодня у нас будет интересное, потому что ценники данных устройств, ну плюс-минус одинаковые, в зависимости, где покупать, в Китае или у себя по месту, потому что цены на данные смартфоны опустились, а смартфоны как были шикарными, так по сути и остались. Конечно же, хочу сказать большое спасибо интернет-магазину фишки.е за то, что предоставили два этих красавчика на сравнение, поэтому, друзья, ссылочка в описании, переходим и поддерживаем Димона. В общем, друзья, берем чай-печенюхи и поехали, потому что сравнение будет интересное. Дизайн. И знаете, это два абсолютно разных смартфона. Да, у них есть и похожие черты, но в целом это два кардинально разных устройства. Mi 9 SE получил зеркальную заднюю крышку, а вот Mi 8 получил красивую заднюю крышку с градиентом, с переливом, короче, красавчик. А вот с фронтальной части это вообще два разных смартфона, потому что Mi 8 это большие рамки, это монобровь, ну и, конечно же, дизайн 2018 года. А вот Mi 9 SE это минимальные рамки, каплевидный вырез, ну просто секси, а не смартфончик. А вот материалы корпуса у них одинаковые. Да, это стеклянная задняя крышка и алюминиевая рама. Ну и, конечно же, сборка здесь шикарная, придраться я не могу ни к одному из смартфонов. Ну что ж, оба смартфона получили USB Type-C для зарядки, есть NFC, а также оба смартфона поддерживают только две сим-карты и нет разъема для наушников. Ну что ж, Mi 8 может похвастаться наличием нормального светодиодного индикатора убедомлений, который находится в моноброви. А вот Mi 9 SE такого не получил, но зато у него есть народная фишка, это инфракрасный порт для управления техникой, потому что многим эта функция очень важна. Xiaomi Mi 8 получил дисплей на 6,21 дюйма с Full HD+, с разрешением, ну и, конечно же, выполненный по технологии AMOLED. А вот Xiaomi Mi 9 SE получил дисплей поменьше, всего лишь 5,97 дюйма, но тоже с Full HD+, с разрешением и выполненный по технологии AMOLED. Итак, оба смартфона могут похвастаться нормальным хорошим олеофобным покрытием, суперской минимальной и максимальной яркостью, а также здесь абсолютно одинаковый белый цвет. А также, к моему удивлению, здесь одинаковая цветопередача. Короче, друзья, разницы нет никакой, это абсолютно два одинаковых дисплея. Короче, что у Mi 9 SE, что у Mi 8, хорошая AMOLED матрица. Эргономика. Ну что ж, тут, конечно же, бесспорный лидер Mi 9 SE, потому что это маленькое компактное устройство, которых на рынке очень мало, потому что сейчас все большие, все лопаты. А вот Mi 9 SE это компактный, удобный смартфон. Все, точка. А вот Mi 8 это, ну, нифига не компактный и нифига не суперудобный смартфон, потому что, да, дисплей у него больше, это понятно, но вот рамки у него вокруг дисплея гораздо, друзья, гораздо больше, чем на Mi 9 SE. Ну и, конечно же, плюс это Monobrew. Короче, Mi 9 SE красавчик, компактное, удобное устройство. А вот Mi 8 это стандартный, типичный размер. Мультимедийный динамик. Ну что ж, для меня это очень важный параметр. И, знаете, тут все очень интересно, потому что такого результата я не ожидал, потому что Mi 9 SE, смартфон, который стоит меньше 300 баксов, взял и полностью, без шансов, уничтожил Mi 8. Смартфон, который буквально год назад был флагманом. Вот так вот. Короче, тут что-то творится невообразимое. Компания Xiaomi, молодец, прокачали свои новенькие смартфоны, потому что здесь разница колоссальная. На Mi 9 SE звук раза в два, наверное, и громче, да и покачественнее. Короче, вот вам сравнение. Слушайте и решайте сами. Слушайте и решайте. Производительность оба смартфона получили одинаковый набор памяти 664. Встроенная память тут быстрая, UFS 2.1. Xiaomi Mi 8 получил в качестве процессора Snapdragon 845. А вот Xiaomi Mi 9 SE получил среднесегментный Snapdragon 712. Безусловно, в различных тестах производительности Mi 8 выглядит гораздо привлекательнее, чем Mi 9 SE. Но дело в том, что скорость встроенной памяти все же быстрее на Mi 9 SE. Скорость оперативной памяти у них одинаковая. А вот в тесте на троттеринг Mi 8 слил Mi 9 SE подчистую. Потеря составила колоссальные 45%. На фоне 11% в Mi 9 SE это полный провал для Mi 8. Но на деле это говорит нам только о том, что на максимальной производительности вы сможете играть гораздо дольше на Mi 9 SE. А вот в повседневной жизни Mi 8 конечно же разрывает Mi 9 SE подчистую, потому что он работает банально быстрее. Все же тут Snapdragon 845. Продолжение следует... Продолжение следует... В игрошках предсказуемо лучше Mi 8. PUBG идет на максимальной графике с максимальным FPS без проблем. А вот на Mi 9 SE мы получаем высокую графику плюс высокая частота кадров. И да, все хорошо. В танках на высоких настройках Mi 8 выдает стабильные 60-61 FPS без проблем. На Mi 9 SE получаем тоже стабильные хорошие 59-61 FPS. Короче, тут все нормально. Но, если вы искали максимально производительные решения, и вам главное, чтобы был шикарный запас на будущее, то Mi 8 вам подходит больше, чем Mi 9 SE. Разблокировка. Ну что ж, Xiaomi Mi 9 SE может похвастаться сканером под экраном. Это же новая фишка. Тенденция 2019 года. Потому что сейчас почти все смартфоны, которые стоят, ну, больше 200-250 долларов, имеют сканер под экраном. Это круто, это интересно, это новые технологии. Но дело в том, что в смартфонах, которые стоят 200-250, ну, максимум, наверное, 300 баксов, этот сканер работает, ну, не так быстро, как хотелось бы. И в Mi 9 SE то же самое. Да, он более-менее стабильный, более-менее нормальный, но скорости лично мне не хватает. До уровня обычного хорошего сканера очень далеко. Ну, вот реально, пока что далеко. Но дело в том, что всем надо этот сканер. Это ж круто, это новые технологии. Давайте нам смартфоны со сканером под экраном. И все равно, что это будет работать не так быстро. Главное, чтобы была вот такая вот новая фишка. Да, к сожалению, Mi 8 таким похвастаться не может. У него обычный, типичный сканер. Ну, нет ничего интересного, но он очень скромный. Он просто раза в три быстрее, чем этот сканер в Mi 9 SE под экраном. И все. Поэтому, друзья, если вас беспокоит скорость, то на Mi 8 она шикарная. А на Mi 9 SE она, ну, так себе. А также оба смартфона получили разблокировку по лицу. И знаете, при хорошем освещении все на плюс-минус одинаковом уровне. Но буквально четко быстрее Mi 8. А вот если освещение хреновое, или его вообще нет, тут, конечно же, бесспорный лидер Xiaomi Mi 8. Потому что в моно-брови у него есть отдельный инфракрасный датчик, который отвечает за разблокировку по лицу. И это просто шикарная, крутая фишка. На Mi 9 SE такого нет. Там обычная фронталка. Поэтому, если для вас важна хорошая, стабильная разблокировка по лицу, вне зависимости у вас день или ночь, то Mi 8 вам подходит больше. Автономность. Xiaomi Mi 9 SE получил банку на 3070 мАч. А вот Xiaomi Mi 8 может похвастаться банкой аж на целых 3400 мАч. А также оба смартфона поддерживают быструю зарядку. Ну что ж, на деле все очень интересно. Потому что здесь лидер только один. И это Mi 9 SE. Да, он меньше. У него аккумулятор меньше, но у него лучше процессор. Это Snapdragon 712, который очень тщательно и бережно расходует емкость батареи. А вот на Mi 8 это Snapdragon 845. Да, техпроцесс у них одинаковый 10 нанометров. Но это суперпроизводительное решение, которое призвано только сжирать батарею и вам давать супермощность. А вот на Mi 9 SE у нас, можно сказать, баланс. Да, не такая супермощность, но при этом у нас нормальная энергоэффективность. Поэтому Mi 9 SE это полтора дня при средней нагрузке. Ну, можно выжать без проблем. А Mi 8 это только один день. Да, можно в принципе выжать и полтора. Но если вы не будете сильно нагружать смартфон. Потому что под нагрузкой Mi 8 расходует батарею очень даже быстро. Так что здесь лидер Mi 9 SE. И по тестам, конечно же, он красавчик. Итак, игры на максимальной яркости плюс Wi-Fi. PUBG, Xiaomi Mi 9 SE. 10% заряда уходит за 27 минут. Xiaomi Mi 8. 10% заряда уходит за 24 минуты. Воспроизведение видео на YouTube на максимальной яркости плюс Wi-Fi. Xiaomi Mi 9 SE. 11 часов 25 минут. Xiaomi Mi 8. 11 часов 48 минут. Воспроизведение видео на максимальной яркости. Фильм, скачанный на смартфон без интернета. Mi 9 SE. 14 часов 38 минут. Xiaomi Mi 8. 12 часов 46 минут. Ну что ж, а вот теперь поговорим про камеры. Потому что здесь все очень интересно. Наверное. Итак, Xiaomi Mi 9 SE получил тройную основную камеру на 48, плюс 13 и плюс 8 мегапикселей. Ну и, конечно же, есть фронталочка на целых 20 мегапикселей. На Xiaomi Mi 8 все поскромнее. Основная камера на 12, плюс 12 мегапикселей. И фронталочка на 20 мегапикселей. Ну что ж, отмечу сразу фишку Mi 9 SE. Это ширик на 13 мегапикселей. С помощью которого можно делать прикольные снимки. На Mi 8, конечно же, такого нет. Начнем мы наше сравнение с двухкратного оптического зума. Итак, что мы видим? Фото, сделанные на Mi 9 SE, более светлые. На Mi 8 они какие-то немножко мрачные. Но делаем приближение и вуаля! Mi 9 SE сливает и по шумам, и по детализации. Итак, обычный режим при хорошем освещении. Ну что ж, как по мне, тут все скучно. Я ожидал чего-то другого. В общем, смартфоны снимают одинаково. Какой-то кардинальной разницы нет. Все это на уровне погрешности. И даже если включить Google камеру, то ситуация, ну, не сильно меняется. Плохое освещение. Ну что ж, я наделал очень много примеров. И на стоковую камеру, и на Google камеру. И могу сказать, что оба смартфона снимают очень схоже. Единственное, что можно отметить, это более агрессивную работу шумадава на Mi 9 SE. А также, если сделать очень большое приближение, то можно увидеть, что детализация на Mi 8 немножко выше. Но эту разницу заметить очень трудно. Так что, друзья, все оставляю на ваш суд. Смотрите, оценивайте и решайте, кто вам здесь нравится больше. Mi 8 или же Mi 9 SE. Фронтальные камеры имеют одинаковое количество мегапикселей. И знаете, они показывают плюс-минус одинаковый результат. Короче, что-то я разницы вообще не заметил. Что основная, что фронтальная. Камера здесь показывает одинаковые результаты. Ну что ж, друзья, вот такое вот сегодня у нас получилось сравнение двух интересных смартфонов от компании Xiaomi. Надеюсь, данное видео для вас было полезным. И вы для себя решили, какой смартфон вам нравится больше. И какой смартфон вы хотите купить себе. Потому что это все равно два шикарных чуда. Да, если вы искали максимально производительное решение, у которого будет шикарная, я бы даже сказал, самая крутая разблокировка по лицу, то это Mi 8, потому что смартфон крутой. А вот если вам надо максимально сбалансированное, недорогое, маленькое, компактное устройство, то это Mi 9 SE. Потому что смартфон реально крутой. Я всем рекомендую за такую стоимость. Это песня, а не смартфон. Максимально сбалансированное устройство за недорого. В общем, еще раз хочу сказать большое спасибо интернет-магазину фишки.ю. Ссылочка будет в описании. Так что, как-то вот так. С вами был Димон, канал Всего Китая. Всем удачи, всем пока!